Подчерничились, по контуру пробежался, как и обещал, вот эти вот насечки взрезал, чтобы она была такая прям, реальная, чтобы она была, и зачистил вот эти вот кольца. Снято пол десятки всего лишь, половину одной десятой доли миллиметра, и вот такое показание 99%, это 64 единицы, сколько глубже я не знаю, тут ковырять я только нож испорчу, поэтому будем считать минимальной. Приветствую на очередном обзоре, опять же, клинков из стали 9ХФ, с клинообразными спусками, но сегодня только одна моделька, которая вот эта вот крысомышь, изула, в общем изула. Мне бы объяснили, конечно, в комментариях под предыдущим видео, что означает изула, это муравей африканский, там ядовитый, хотя в переводчике я там набираю еще полное название, это крыса, но все же это муравей. Почему они вот так вот лежат, все бровненько, а вот это вот отдельно? А потому что опять я при правке, когда повело, вон видите, он там светится, создал микротрещинку, и она есть. Ее просто очень плохо видно, очень плохо видно вот здесь вот она. Поэтому этот клиночек, опять же, будет там рублей 500 в неликвиде. Опять же, повторюсь, этот клинок не стоит, вот так бам, ху-ху, не надо. Он для реза только, если хотите, чтобы он долго и долго был целым, не развалился. А вот тут все хорошо, то есть получается не 8, а 7 полноценных клинков. Так вот. Ну что ж, в принципе, все сделал, все правильно. Что именно? Вот все ровненько, вполне так тоненько все. Отверстия я в прошлый раз забыл сделать под рукоятки, не знаю, они нужны ли они вообще кому. Тут подрезал эту вот насечку, то есть как бы сделал все максимально по уму. И вот они перед вами. Надеюсь, ну теперь-то вот, теперь-то меня не будете там пинать, что кому не хватило, кому чего там. Ну потому что, знаете, как получается неудобно? Один клинок, его заказывает один человек, а потом еще заказывают еще трое. И они говорят, ну какого перепуга-то, говорят, как так-то вот, ну блин, мне самому неудобно перед вами. Поэтому завел вот сразу столько штук. Ну, ножи тяжелые. Вот вроде бы казалось, да, маленький, небольшой вроде бы нож, но тяжелый, зараза, блин. В работе. Поэтому. Ну, не знаю, нормально, они мне нравятся с ними работать, но бывало и попроще. Как-то вот так вот. Вот, посмотрите, у всех клинок, видишь, какой-то конус, видите, вот он конус. Это о чем говорит? Что клинок проникающий, режущий, ну вот так вот, бам, и ку-ку-ку, вот это вот выламывание вот этого. Ну, блин, ну не надо, ну твердость хорошая. Вот так вот. Твердость неизвестна. Почему? Да потому что сточить негде. Какой мне клинок уничтожить так, чтобы вот он прям вот был сточен и сточен. Вот этот клинок я вот стачил по плоскости, но там полдесятки всего лишь. Поэтому я реальную твердость замерить не могу. Реальная твердость там в середине клинка. А вот тут вот, где вот чуть-чуть-чуть прям вот шибрено, еще раз повторюсь, полдесятой доли, то есть 0,05. Вот столько убрано здесь вот по толщине. И здесь уже 64 единицы показывает. Сколько в реальности, не знаю. Буду писать, знаете, как, наверное, так, 64+. Вот как-то так вот. А, давайте-ка проведем привычный уже нами тест. Сам не пробовал никогда, не пробую. Всегда перед вами только... Ой, блин, первый раз. Ну да, шикардос, как обычно, шикардос. Вот, вот, кому нужно бутылки царапать, это вот этот вариант. Но могу сказать еще лучше. Есть вариант для бутылок, для царапания. Пример, это У-10. Почему? Объясняю. Здесь присутствует присадка в стали хром. Хром это нержавеющая присадка. Но так как его здесь мало, этого хрома, то они особо нержавеющими не являются. Но они зато эластичные. То есть, они не хрупкие, не крошатся. Такие вот какие-то, ну, как вам объяснить. Вот заточка, к примеру, если вот при огромной твердости У-10, примерно, даже до 70 догнать, она будет, в принципе, уже подкрашиваться. Здесь этого не будет. Эластичность на высоте. За счет этого хрома. Вот так вот. А то, что в У-10 нет хрома вообще, вот для него бутылка, это просто вот ему за радость, прям вот реально, за радость ее царапать. Поэтому есть плюсы и минусы. Ну, понимаете, да? У-10, у него, у этой стали, у У-10 отсутствует эластичность. А вот у этой вот 9ХФ, она присутствует. Что, в принципе, плюс. Наверное, правильно я сделаю, если вот эти вот клинки развешу как один на сайте, чтобы полдня их еще не вешать, а у которого плоскость шваркнута, его отдельно, отдельным клинком. Ну, и тот, естественно, отдельно, потому что он брак. Как бы так вот. И в итоге у нас получается всего 3 клинка из новых. А на самом деле 8. Что еще забыл сказать-то, что отверстие 2 миллиметра диаметра под рукоятку, 2 миллиметра, имейте в виду подклепочки. А на этом, наверное, все. И до новых встреч. Продолжение следует...